Девушки отдыхают Один уничтожен, два сильно обгорели Легковая машина горела очень сильно Ауди какая-то, я модель точно сказать не могу, но выиграла она под ноги В набережных Челнах из-за травы сгорели три автомобиля Точка в громком деле Конфликты были по какой-то почве, думаю, надо его как-то подставить Вердикт суда за уничтожение раритетного лимузина «Мерседес» Это и не только, прямо сейчас Нетрезвый пешеход попал под колеса УАЗа на улице Боруди Как рассказал водитель, сбивший человека, пострадавший сам напоролся на машину Когда автомобиль уже заехал на пешеходный переход О причинах и последствиях расскажет Альбина Минебаева А он отсюда выбежал, и зеркало ударился на боковой мою и упал Водитель УАЗа за рулем уже 17 лет, но с таким происшествием, говорит, столкнулся впервые Рассказал, что двигался на заявку на служебном автомобиле Доехав до «Зебры» на улице Боруди, остановился, чтобы пропустить пешехода Я остановился, пешехода пропустил И начинал движение, как только до суда доехал, он оттуда выбежал А он прям под колеса самому бросился, да? Пешеход ударился по правую сторону автомобиля, едва не сломав при этом боковое зеркало заднего вида По рассказам все того же водителя, пострадавший мужчина находился в сильном алкогольном опьянении И, судя по всему, был глухонемой Он хотел уйти, мы задержали, потом скорый вызвал Скорый говорит, давай голову посмотрим Ну, увезли его, да? Да, вон он, даже водка валяется В результате ДТП у 31-летнего мужчины диагностировали ушибленные раны левой височной области Альбина Менебаева, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112 Пешеход спровоцировал смертельную аварию на улице Энгельса в Чинстополе Момент ДТП попал на видеорегистратор По предварительным данным водитель ВАЗ-2114, направляясь в сторону центра, превысил скорость Перед ним на проезжую часть выбежал пешеход Водитель отечественного автомобиля, пытаясь объехать человека, выехал на полосу встречного движения Где в этот момент проезжал внедорожник Киа В результате столкновения погибли два человека Три машины пострадали в результате пожара в набережных Челнах Ауди сгорело полностью Пострадали и два грузовика, припаркованные на платной стоянке Владелец одного оценивает ущерб в сотни тысяч рублей Второй в несколько десятков Айрат Назипов о причинах возгорания и кто понесет за него ответственность Спокойный воскресный день для жителей 52-го комплекса Был нарушен звуками взрывов и воем сирен пожарных машин Огонь с поля через заборы перекинулся на стоянку и подобрался вплотную к автомобилям Серьезно пострадал большегруз МАЗ Его владельцы уже подсчитывают ущерб По предварительным данным он составит не меньше полумиллиона рублей В руках у мужчины страховые договоры Несмотря на полностью выгоревшую кабину, документы почти не пострадали Однако в случае пожара они не помогут Страхованы только ОСАГО, каски нет А восстановлению, ну тут кузов надо снимать полностью И кабина тоже целая, ну рама остается только целая Остальное все выгорело, кабина полностью изнутри Стоявшей по соседству грузовой Газели повезло больше Обгорела лишь задняя часть Расплавились фонари и номерной знак Ремонт, по мнению владельца, обойдется в 40 тысяч рублей Машина нет, не застрахована по каске Так что сейчас надо будет возможность претензий стоянки выдвигать Должна смотреть за безопасностью автомобиля, сохранностью Пострадал автомобиль и за пределами стоянки В ремонтном блоке сгорело Ауди Но определить марку лишь по остаткам кузова почти невозможно В машине не осталось ни одного целого элемента Огонь полностью уничтожил иномарку Приехали машину помыть на мойку Увидели, что огонь идет вдоль, ну там по полосе травы Трава горела очень сильно Потом услышали хлопок И когда пошли, посмотрели, там легковая машина горела очень сильно Ауди какая-то, я модель точно сказать не могу, но выгорела она под ноль Приехавшие пожарные локализовали огонь Дознаватели опросили свидетелей По одной из версий, причиной пожара стала детская шалость Мы с пацанами увидели сегодня, как там поджигали траву Мы за ними гонялись, мы их не поймали Мальчишкам лет 14 или 15 Официальная версия произошедшего Неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами Проверка по факту возгорания продолжается И может занять до 10 дней Но уже сейчас известно о наличии признаков Как административного, так и уголовного преступления Айрат Надипов, Ксения Шулакова, Ильнар Мустафин, Вызов 112 Вооруженный ножом 32-летний мужчина Ворвался и поджег детский сад номер 65 города Альметьевск Все случилось минувшей ночью Злоумышленник ворвался в помещение детского учреждения Напал на 60-летнюю охранницу Ранил женщину, а затем устроил пожар В результате незамедлительно сработала пожарная сигнализация Прибывшие на место огнеборцы с пламенем справились быстро И обнаружили пострадавшую Сейчас она находится в реанимации Подозреваемого 32-летнего мужчину удалось задержать по горячим следам Его зафиксировали камеры видеонаблюдения Ранее он уже был судим Сейчас выясняются мотивы преступления Целую спасательную операцию развернули пожарные В одном из домов в Нижнекамске Там загорелся общий коридор, который был заставлен вещами Жильцов дома эвакуировали Из-за дыма несколько человек были отрезанными От выхода на улицу Они до приезда спасателей прятались от огня на балконе Подробнее у Алины Бережной Пожар вспыхнул в 4 часа утра Загорелся общий коридор, который был заставлен вещами Одна из хозяек этих вещей проснулась от запаха гари Дым заполнил всю комнату Она попыталась разбудить детей Выбежала на улицу Но не получилось, огонь уже успела охватить входную дверь Детей я увела на балкон Потом решили их туда, но уже не смогли Но я сама через этот волосы подболела Но оттуда я выпишула, там все полыхало Провода на меня упали Спасатели вывели детей на улицу Эвакуировали жильцов верхних этажей Многие в это время спали, поэтому пришлось стучаться в каждую дверь В результате никто не пострадал Подошла к двери, слушаю Как будто что-то таскает Потом плач Открывает дверь, женщина стоит Там дети, там дети Я глянула сюда, там дым Все кругом Ну тут пожарные стали И мы все сразу ушли Сейчас жильцы ликвидируют последствия пожара Обгорели полы и стены тамбура Закоптились все комнаты на этаже Нижникамцы уверены, всему виной Непотушенная сигарета Такой же версии придерживаются и дознаватели Причиной пожара является неосторожность Неосторожное обращение с огнем То ли это курение было, то ли это неосторожность со спичкой Согласно правилам противопожарного режима Все эвакуационные выходы и пути Не должны закроможаться предметами мебели Вещами, которые могут создать угрозу Управляющая компания, обслуживающая этот дом Пообещала отремонтировать коридор Но сделано это будет только к концу года Алина Бережная, Альбина Валиева, Максим Липин Вызов 112 Тело неизвестного мужчины Обнаружено сегодня недалеко от озера Средний Кабан Напротив улицы Бутырская Прохожие заметили, как оно плавало В 10 метрах от берега Из воды его извлекали сотрудники экстренных служб Предположительно, мужчина умер от 5 дней До 2 недель назад На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза Которая позволит установить причину смерти мужчины Кроме того, проводятся мероприятия Направлены на установление его личности Проводятся иные мероприятия Направлены на установление всех обстоятельств Произошедшего по результатам проверки Будет принято профессиональное решение Вахитовский район и суд Казани Поставил точку в резонансном деле О краже и распиливании ретроавтомобиля Mercedes-Benz с 1937 года выпуска По версии следствия, авторитет был похищен Игорем Кудрявцевым Минувшей осенью Распилен на части его наемными рабочими Издан металлолом всего за 18 тысяч рублей Какое наказание за совершенное преступление вынес суд Узнавала Анафиса Минязова Конфликты были по какой-то почве Думаю, надо его как-то подставить Игорь Кудрявцев, обвиняемый в распиле В сдаче в металлолом ретроавтомобиля Уверенно заявляет, его подставили По его мнению, потерпевший предприниматель Камиль Шайдаров Просто хотел завладеть его гаражом Говорит, во дворе часто происходили конфликты На этой почве Поэтому и придумал существование авторитета А его фактическое отсутствие решил прикрыть Якобы совершенным преступлением Однако потерпевший с этим не согласен По его мнению, гаражи должны были быть снесенными уже давно Несколько жителей с этим согласились А вот обвиняемый стал упираться Я попросил приставов пока не предпринимать Таких резких действий Хотя бы до решения суда Потому что все это будет расценено Как давление на него или еще что-то Игорь Кудрявцеву вменялась вина в краже В особо крупном размере, за который он мог получить До 10 лет лишения свободы Однако на прошлом слушании дел Судья Юрий Арсеньюг усомнился в объективности Оценки стоимости похищенного раритета И принял решение назначить повторную Автотехническую экспертизу Ее сделать не удалось Поскольку автомобиль нигде не был зарегистрирован И на него нет никаких документов Игорь Кудрявцеву назначили наказание В виде двух лет лишения свободы Условно за испытательным сроком Два года и шесть месяцев Возмещать ущерб потерпевшей стране Ему не придется Написали меня, Заводель Малахметов Вызов 112 Это все, о чем мы успели вам рассказать Обо всех происшествиях Вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 Или на мобильной 8 98 69 112 112 Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте Туда же можно присылать и снятое вами видео В студии была Альвира Фазлиева До встречи И не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова